Итак, система медицины в Израиле, она в плане защиты является приоритетной. Потому что понятно, что в случае тотальной войны, большой войны, будет большой поток раненых, большой поток пострадавших, в том числе и военных. Израиль не располагает параллельной системой военной медицины, как вот есть, скажем, в Украине, или в России, или в Соединенных Штатах, где под эгидой Министерства обороны существует своя сеть больниц и госпиталей. Такого нет, у нас раненых военных доставляют в гражданские больницы. Потому что все врачи в Израиле, так или иначе, профильных специальностей, обучены в том числе вот этой полевой хирургии, полевой медицине. Поэтому работа, устойчивая работа госпиталей приобретает критически важное значение. И для этого их нужно защищать. Как показали вот всякие события, да, одним ПВО не защитишься. ПВО пропускает. Даже четырехслойное ПВО все равно пропускает. При этом при наличии у противников, скажем, у Хизбаллы, высокоточных ракет, дальнего радиуса действия, есть всегда вероятность, что они поразят какой-нибудь критически важный объект. Понятно, что они не будут соблюдать никакие нормы и обычаи ведения войны. Будут бить по госпиталям. И вот для этого в свое время была придумана такая идея, создать на базе каждой больницы подземную больницу. Идея эта родилась, ну, она, в общем, давно родилась, но всерьез ее начали рассматривать в 2006 году, после Второй Ливанской войны. Вот я сейчас это все буду объяснять на примере госпиталя Рамбам. Это крупнейшая больница севера страны. Там еще есть два крупных медицинских центра. Это медицинский центр Галилея в городе Нагория и Рамбам в Хайфе. Оба вот этих госпиталей считаются опорами израильской медицины на севере. И оба примут на себя наибольшую нагрузку в случае войны. И оба располагают вот такими подземными больницами-убежищами. Итак, в 2006 году прошла Вторая Ливанская война. Хизбалла вела такие серьезные ракетные обстрелы севера. Обстреливали и Хайфу, и Нагорию, и Цфат, и Малот, и другие города. И стало понятно, что больницу нужно как-то прикрывать. Тогда вообще не было железного купола. Никто и даже не думал, что он будет еще создан. Тогда только велись какие-то начальные работы. Они тогда ускорились резко после этой войны. Но тогда его еще не было. Стало понятно, что больницу надо защищать. Больница объект очень крупный, большой, высокие здания. В них легко попасть, их легко разрушить и так далее. И нужно что-то с этим делать. И вот в госпитале Рамбом началось оборудование подземного госпиталя. Он располагается на минус втором и минус третьем этажах парковки. Для того, чтобы не строить отдельный бункер, можете себе представить, какой размер этот бункер должен быть, то идея была в том, что в мирное время это используется как парковка. Туда заезжают автомобили, культурно паркуются, берут талончик, идут там по своим делам. А в военное время он превращается в угрожаемый период. Больница переезжает на парковку и там оборудуется. Не оборудуется, а там разворачивается госпиталь. Там уже все оборудовано. Если кто-то из вас бывал, скажем, в больнице Ихилов, или в больнице Рамбом, или в той же Нагории. В Нагории это менее, кстати, заметно. Я был во всех трех. То вот в том же Рамбоме, когда вы паркуетесь на месте, кто в Израиле живет и бывал в этих больницах, видишь перед собой на стене розетки какие-то, какие-то вот разъемы, подключение, надписи, кислород, там что-то еще связь какая-то и так далее. Так вот вы паркуетесь в, не дай бог война, будущей палате. Бокс из, по-моему, трех машин превращается в палату на 8 человек. Там созданы все необходимые коммуникации, туда подведены все необходимые ресурсы. Ну тот же кислород, да, там телефонная связь, интернет при необходимости может быть туда проложен. В общем, все, что нужно в больничной палате, в больничных помещениях, все туда уже заранее подведено, но не подключено, естественно, в случае необходимости все это подключают. То есть изначально парковка строится как вот будущий госпиталь. В мирное время паркуются машины. Если наступает угрожаемый период, то парковка закрывается и больница переезжает под землю. Когда-то, где-то года до 2012-го, тот же Рамбо мог переехать под землю за 72 часа, то есть за три дня. Ну потому что угрожаемый период длится долго, пока там соберемся, пока война начнется. Но чуть позже, учитывая вот внезапность развивающихся событий, как вдруг раз и начались ракетные обстрелы, как это было, скажем, в 21-м году и как-то произошло 7-го октября, то эту норму уменьшили до 8 часов. Мне приходилось присутствовать вот на учениях. Каждый год, кстати, в больницах, где есть вот такие подземные сооружения, проходят учения минимум раз в год, иногда два раза в год. Иногда это одно отделение, да, несколько отделений. Вот они отрабатывают переезд в подземную. Вот буквально это так происходит. В отделении регулярные проводятся инструктажи, собирают всех и объясняют каждому, что он делает в случае переезда вот в этот подземный госпиталь. Каждый четко знает свою роль. Один отвечает за подключение коммуникации, вот этих всех кислородов и прочих необходимых ресурсов. Другой за перевозку больных. Третий за разворачивание, развертывание, простите, операционных и так далее. И тому подобное. Внутри вот этого подземного госпиталя есть помещение для операционных. Есть помещение для роддома, например. Оно не такое комфортное, как наверху, естественно. Но, тем не менее, тут не до жиру. Есть так называемый командный пункт. Вот в том же рамбе, если там покрутиться по парковке, есть несколько мест, которые вот как бы парковочное место, но закрыто такой вот металлическими жалюзиями. Что-то за ними находится. Вот если их поднять, то там находится либо операционная, либо командный пункт больницы. То есть там множество экранов, которые подключают. Телефонная связь, интернет, громкая связь. В общем, там все вот, что нужно. Подключили, включили. И руководство больницы переместилось в это место. Это такая вот гигантская диспетчерская, которая может этим управлять. То есть переоборудование, вот точнее до оборудования или достройка вот этой подземной парковки в рамбами обошлась в 700 миллионов долларов только. Там часть была пожертвования различных еврейских там организаций и всяких миллионеров западных. Но, тем не менее, это стоило очень больших денег. Но оно того стоило. В случае необходимости больница переезжает под землю за 8 часов целиком. Там 60 тысяч квадратных метров пространства для этого предназначено. И там могут разместиться 8 тысяч пациентов. Там есть вся, как я уже сказал, необходимая инфраструктура. И госпиталь... Почему минус второй и минус третий этаж? Минус первый этаж служит дополнительной защитой от удара. То есть подземный госпиталь может выдержать попадание, прямое попадание любого боеприпаса. Ну, кроме, наверное, пожалуй, ядерного. Вот, ну дай бог, до ядерной войны не дойдет. И 4 дня, то есть 96 часов больница может функционировать полностью автономно, будучи полностью отрезанной от внешнего мира. Запасы продуктов, воды, кислорода, генерации электроэнергии, врачи. Все там должно быть. Все эти вещи, кстати, регулярно проверяют, регулярно обновляют инструкции, регулярно обновляют эти запасы. То есть в больницах хранится такой большой неприкосновенный запас всего необходимого. От продуктов, таких нескоро портящихся, до перевязочных материалов. Все это хранится там. И в случае войны, еще раз говорю, в течение 4-х суток больница может существовать полностью автономно, при непрерывном воздействии на нее огневом. То есть, грубо говоря, каждый день туда могут падать ракеты. Это подземной больнице вреда не должно причинить. Потому что там здание больницы раз, фундамент, минус первый этаж, и только на минус втором располагается, собственно, подземный госпиталь. Понятно, что в случае войны, большой войны, тотальной войны, ПВО будет прикрывать в том числе и вот такие важные инфраструктурные объекты. Электростанции и больницы в том числе. По поводу электростанции тоже создан дополнительный запас генерирующих мощностей. Учитывая то, что Хизбалла прям в открытую обещает первым делом вынести всю генерацию, то для этого создаются резервы всяческие и так далее. Но понятно, что ПВО будет оттянуто на защиту вот именно этих объектов. Электростанций, больниц, штабов, аэродромов армейских, аэропорта и так далее и тому подобное. Но поскольку, еще раз говорю, ПВО не герметичное, ПВО все равно что-нибудь допропускает, поэтому вот создаются такие вот подземные госпитали в том числе для того, чтобы больница могла функционировать. Потому что нормальное функционирование системы здравоохранения, особенно крупных больниц, это вот жизненно важная история. Потому что раненых будет много, пострадавших будет много, больных будет много, у людей там начнутся инфаркты и инсульты из-за всей этой ситуации, и нужно будет, чтобы устойчиво функционировала больница. Кстати, госпиталь в Рамбаме подземный, он и функционировал в период коронавируса. Его там на базе этого подземного госпиталя развернули несколько отделений, где вот нужно было изолировать больных короной. И таким образом это совместили, так сказать, изоляцию с учениями по развертыванию этого госпиталя. На базе вот этой подземной больницы будут развертывать все отделения. Там какой-нибудь косметологии отделения, косметической хирургии, вот такого там развертывать точно не будут. Там будут развертывать отделения в первую очередь хирургические, травматологические, там ортопедии всякие, реанимации, естественно. Ну вот на этой картинке можно видеть, это подземная больница, кстати, в одном из госпиталей. Если я не ошибаюсь, это как раз таки Рамбам. И вот здесь написано детская хирургия и детская ортопедия. Ну детские отделения-то само собой там будут развернуты первым делом. Остальные будут потом функционировать там. Но в целом основные свои функции больница должна выполнять. Ну не дай бог, конечно, если война случится, то придется это делать. Но для этого Израиль и вкладывает такие средства в создание вот этой параллельной защитной медицинской инфраструктуры. Или защищенной медицинской инфраструктуры. Для этого и создаются все эти убежища. Для этого и строят убежище в домах индивидуальные. Для этого на каждом предприятии сейчас тоже есть убежище. Вот кто бывал опять же в центре Тель-Авива, вот стоит здоровенный красивый такой небоскреб из стекла и бетона. Внутри на каждом этаже есть убежище. И есть норма. В зависимости от города, от дальности, от подлетного времени есть норма, сколько человеку от рабочего места, стол, станок, там не важно, идти до убежища. Там, скажем, в одних местах она составляет 20 секунд быстрым шагом, в других, допустим, минуту быстрым шагом. Но каждый человек на рабочем месте должен иметь доступ к ближайшему убежищу. Должен знать, где оно находится. И вот таким образом обеспечивается защита гражданского населения. Субтитры создавал DimaTorzok